Накануне в третьем повинчине в городе России Новосибирске прошла научно-практическая конференция «Интеллектуальный ислам. Противодействие радикализму». В ходе встречи мусульмане Сибири предложили действенный метод защиты общества от влияния радикальных идей. Им должна стать вера, основанная на интеллекте. Подробнее в следующем сюжете. Стала ли оторванность интеллектуальной мысли от духовной опоры причиной множества современных проблем? На этот вопрос попытались ответить в ходе конференции делегаты из различных зарубежных стран и регионов России. В частности, советник по вопросам образования и культуры посольства Египета в Москве Атеф Мухаммед, муфтия духовного управления мусульман Москвы и центрального региона московский муфтиат Альбер Хазрат Крыганов, замуфтия республики Дагестан Ахмад Хажикахаев, помощник муфтия Дагестана по связям с общественностью из СМИ Мухаммад Хажимагомедов и многие другие. Сегодняшняя конференция сыграет большую роль в будущем, это закладка будущего, потому что такие конференции, они по всей нашей Сибири, они очень важны, они объединяют и задают такие вопросы, на которые срочно сейчас нужны ответы. Многие из выступавших подчеркивали связь ислама и науки. Замуфтия Дагестана Ахмад Хажикахаев отметил в своем выступлении, что мусульманские ученые сделали множество открытий во многих областях науки под непосредственным влиянием Корана. Религиозный деятель также подчеркнул, что ислам – это религия мира, и ценности его направлены на сохранение единства и стабильности в обществе. Коран прямо указывает, что долг мусульманина – быть образованным, грамотным и именно поэтому полезным обществу человека. Ислам – религия мира, и ценность его должна служить для решения задач консолидации общества, сохранения единства и стабильности, преодоления сепаратизма, упрочнения мира и согласия. Обязанность каждого мусульманина относиться ко всем людям с добром. Имам Хатыб в соборной мечети Новосибирска Мухаммад Хажимухаммад в свою очередь поднял тему к убительности духовного невежества и призвал уделять повышенное внимание просветительской работе с молодежью, которая больше всего подвержена влиянию вербовщиков. И это забота не только религиозных лидеров. Чувствую ответственность не только религиозные люди, чувствую ответственность и руководителей институтов. И все люди, которые имеют какую-то возможность донести до людей именно правильную сторону, не допустить вот этот терроризм, не допустить вот этот радикализм, за это ответственность мы все вместе. И говорить, что, допустим, некоторые бывают, а это религиозный вопрос, пусть они сами в мечети решают. Нет, это коснется каждого человека, если это оставить только на религиозных людей. Потому что религиозные люди порядок могут у себя в мечети сделать. Но порядок в институте, откуда большее количество уходят в ряды вот этого терроризма, с ними кто работает? Да, правоохранительные органы будут ловить этих людей. Но до каких пор? Станет человек террористом, поймают. Станет, поймает, станет, поймает. Но не это решение проблемы. Нужно не допустить, чтобы этот человек становился терроризмом. По итогам конференции принята резолюция и заключен договор из семи пунктов, гарантирующих неприкосновенность достоинства, имущества и жизни человека. А террорист, убивший невинных людей, не может быть признан павшим за веру. Также было заявлено о необходимости проведения просвидетельской работы с молодыми людьми, организации встреч с авторитетными, общественными и религиозными деятелями. Фатима Буталибова, Ахмад Магомедов, Новости 24, Новосибирск.